МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На телеканале Ахтва время общения в прямом эфире. В студии Елена Мурмилова и гость в нашей студии сегодня это Павел Крупнов, заместитель председателя правительства Волгоградской области. Павел Анатольевич, добрый вечер. Здравствуйте! Позвольте, не будем изменять традиции нашей программы. Вначале объявим номера телефона в нашей студии 39 29 31 и 39 29 32. Звоните, задавайте свои вопросы нашему гостю. Номера телефона вы видите внизу экрана. Павел Анатольевич, ну, хочется сказать, что вы курируете в правительстве области самый сложный блок, отвечающий за социальные вопросы. Это культура, здравоохранение, образование, молодежная политика. И недавно на одном из последних заседаний областной думы были приняты поправки к бюджету, которые добавили денег вот именно на социальный блок. Куда они будут потрачены, на какие отрасли они пойдут? Действительно, наш блок самый большой. Вы еще не упомянули про туризм. Да. Мы ее считаем как отдельную отрасль. И действительно, последний закон об изменении в бюджете, он произвел достаточно много поправок по всем нашим отраслям. А поправки, они были совершенно разные. Ну, прежде всего, те поправки, которые касались финансирования для федерального бюджета. То есть денежные средства поступили у нас по отрасли образования и науки. Это около 2 миллиардов, 2,5 миллиардов. Их необходимо было предусмотреть в бюджете. То есть это не только федеральные деньги, но и софинансирование для этих мероприятий. По отрасли здравоохранения также предусмотрели софинансирование 110 миллионов по фонду обязательного медицинского страхования, что должно привлечь. А сегодня уже пришла информация, чтобы нам подтвердили. Из федерального бюджета это порядка 2,5 миллиардов рублей на модернизацию здравоохранения. Что касается спорта. Министерство спорта получило поправки для поддержки, для финансирования команды ротора. И самое главное это для поддержки команды Спартак. Волгоград это водное поло. Для Спартака это порядка 40 миллионов, а для ротора это чуть более 70 миллионов. Это дна текущего финансирования. И та и другая команда, вы знаете, они очень известны. Впервые по отрасли культура у нас прошли поправки на капитальные ремонты. И уже сейчас начинаются конкурсные процедуры для проведения ремонтов двух больших театров. Это новый экспериментальный театр. В принципе, никогда такого не было. Мы собираемся отремонтировать еще одну сцену трансформер, так называемый. То есть мы еще один зал откроем для людей, для зрителей. Это где он будет располагаться? Это в самом новом экспериментальном театре. Там есть часть помещения, которая не задействована. И второе – это царицинская опера. Царицинская опера. Если внутри капитальные ремонты проведены, особенно зала, то фасад этого здания не отремонтирован. И, конечно, он очень непривлекательный. Вы знаете, он закрыт защитной пленкой, скажем так, защитной сеткой. Но все равно антураж не тот для того, чтобы получать удовольствие полное. Поэтому вот 50 миллионов были предусмотрены на культуру. Это коснется только ремонта помещений и зданий? Это коснется прежде всего ремонта. Вот этих двух главных театров. Вот, пожалуй, такие вот серьезные поправки, которые у нас прошли. Я думаю, отдельно стоит поговорить о модернизации здравоохранения. Деньги выделяются колоссально. В этом году сколько денег будет освоено в нашем регионе по проекту модернизации здравоохранения? Знаете, наверное, не стоит делить саму программу модернизацию как бы на два года. Она стала логическим продолжением самой программы национального проекта здоровья. И, в принципе, в прошлом году, конечно, регион не очень добросовестно подошел к оприходованию этих денег, осваиванию этих денежных средств. Осваивание денежных средств уже началось где-то в ноябре прошлого года, хотя сама программа начала финансироваться с апреля. То есть, не своевременно, не качественно? Совершенно верно. В чем дело было? Ну, понимаете, тут в основном кадровые перестановки в самом министерстве. Вот это вот непостоянство, оно и сыграло свою роль. Сейчас кадровый персонал уже устойчивый, и поэтому сама программа с ноября прошлого года, она уже сдвинулась. Поэтому мы неделим на прошлый и текущий год и предусматриваем общую сумму. Ну вот как бы для информации на модернизацию здравоохранения всей Волгоградской области предусмотрено более 8,5 миллиардов рублей. Ну, сказать, чтобы это много, нет, на самом деле это немного, но это в том же время и немало. Надо сказать, что более 25% этих средств предусмотрены на детские лечебные учреждения. Это и поликлиническое звено, это и стационары. Конечно же, приоритет по расходованию этих денежных средств было направить на те лечебные учреждения, заболеваемость населения которых является ведущей. Ну, это прежде всего сердечно-сосудистая патология, и кардиологический диспансер получил средства там на проведение дополнительных ремонтов, на установку хорошего вентиляционного оборудования. Конечно, большой программой коснулся и онкодиспансер. Он никогда не ремонтировался, и вот сейчас, конечно, там и основные стационарные корпуса, и поликлинические корпуса подвергнут очень серьезной реконструкции. Конечно же, это параллельно... Кстати, извините, что перебой, какова судьба волкшеского онкодиспансера? Говорили, что его будут присоединить к Волгоградскому. Ну, вы знаете, сама тема реструктуризации сети, она касается не только онкологической службы. Но, в принципе, ничего в этом такого плохого нет, потому что централизация, она всегда идет во благо. И чаще всего об этом должны беспокоиться административный аппарат самих лечебных учреждений. Вот здесь он сокращается. Ну, каких объектов это еще коснется? Ну, вот по поводу Волжского еще пока вопрос обсуждается, потому что есть крупные города, которых пока мы не затрагиваем. Касается это больше всего небольших муниципалитетов. Там, где у нас есть онкологические диспансеры, где-то они в брошенном состоянии, где-то вообще в неудовлетворительном состоянии. Конечно же, они будут подлежать централизации для того, чтобы равномерно самого онкодиспансера с центрального, с главного, с областного, все необходимые технологии спускались до них, необходимое введение стандартов, протоколов и так далее. Потом кадры должны готовиться. Это очень достаточно кропотливая, серьезная работа. Но централизация, она не вредит. Пациенты, в принципе, ее не заметят. Но не станет ли помощь медицинской менее доступной? Нет. Доступность у нас ведь определяется чем? Если бы закрывали бы какой-то стационар, на самом деле он не закрывается, меняется его юридическое подчинение. Если раньше он подчинялся центральной районной больнице, то здесь он может подчиняться только областному онкологическому диспансеру. Подчиняясь центральной районной больнице, иногда не определяются приоритеты. Всегда ремонтируется какой-то крупный стационар, а про такие подразделения забывается. А для населения ничего не произойдет, никаких серьезных изменений. Меняется вывеска. Еще раз говорю, касается это, конечно, больше административного аппарата. Чаще всего он подлежит сокращению. Высвобождаются площади, высвобождаются денежные средства. И все они остаются на этом структурном подразделении, которое у нас будет уже присоединено к онкодиспансеру. Но надо сказать, что реструктуризация не идет бездумно. Есть специальные рабочие группы, куда вошлись крупные эксперты, в том числе и медицинского университета, врачи с большой практикой, которые позволяют оценить ту или иную ситуацию и принять решение, нужно присоединять или не нужно присоединять. Но объезжая вот область, сталкиваешься с тем, что ты видишь подразделение, в каком состоянии находится, но чаще всего приходишь к выводу, что необходимо присоединять, потому что именно это позволит их дополнительно финансировать, чтобы привести в порядок. Понятно. Есть у нас уже телезритель, который дозвонился и ждет ответа на свои вопросы. Давайте выслушаем. Алло, здравствуйте. Алло, добрый день. Да, говорите, мы вас слушаем. Меня зовут Мария, я звоню из Краснооктябрьского района Волгограда. Пожалуйста, Павел Анатольевич, вот сейчас на федеральном уровне очень часто говорят о том, что необходимо исправлять демографическую ситуацию, то есть делать все, чтобы рождаемость превышала смертность. Вот как вы поясните, пожалуйста, что на региональном уровне делается в этом плане. То есть какие-то программы, возможно, какие-то методы стимуляции, порождаемости. Спасибо. Ну, тут явно и медицина, и другие, наверное, вопросы связаны. Такой комплексный подход-то должен быть. Хороший вопрос. Надо сказать, что демографическая политика для регионального правительства является приоритетной. Кратко-справочно скажу. Есть такое понятие, как российский крест. Это тот крест, когда смертность была выше, чем рождаемость. Вот территорию Волгоградского областа такой крест наблюдался в 1991 году, когда смертность была выше, чем рождаемость. И надо сказать, что Россия прошла этот крест. Но есть ряд регионов, которые этот крест не прошли. И у нас продолжает, пока ситуация немного только изменяется, когда рождаемость у нас начинает расти, а смертность падает. Но по нашим прогнозам, по прогнозам статистиков, если вообще на сегодняшний день ничего не делать, то мы этот крест пройдем только в 1980 году. Это будет не при нас. И это очень обидно. Поэтому необходимо принимать меры. И это реально сделать, потому что мы знаем, что влияет на демографическую ситуацию. И в принципе задача поставлена губернатором нам, чтобы этот крест пройти уже в 2017 году. Это должно случиться при нас. Причем надо сказать, что в структуре смертности 60% населения погибает от сердечно-сосудистой патологии. А в структуре рождаемости у нас преобладает младенческой смертности. Это очень критично. У нас показатели младенческой смертности выше общероссийских показателей. И действительно, мероприятия, которые выполняются, они выполняются недостаточно. Мы проводили недавно анализ по муниципалитетам и отметили ряд муниципалитетов, где ситуация критична. Обратили на это руководство этих муниципалитетов. Там мероприятия обязательно... Сначала ситуация проанализируется, почему так происходит, а потом уже мероприятия будут соответствующие проводиться. Что нужно делать для улучшения демографической ситуации? Ну, если говорит прежде всего сердечно-сосудистая заболеваемость, то здесь акцент необходимо все-таки сместить на скрининг, на раннюю диагностику заболеваний. Мы с вами привыкли, когда голова у нас болит, выпить таблетку и подождать, когда она пройдет. Но при этом мы всегда не задумывались, почему бы не померить давление и после этого не пойти в поликлинике. Было совещание, на котором мы все поликлиническое звено ориентируем на то, чтобы использовать каждый визит пациента для проведения ЭКГ. Ну, тоже хотел бы спросить, да, вот не все поликлиники, не все у нас больницы вошли в программу модернизации здравоохранения, но все мы знаем, какая там ситуация. Вот там будет что-то изменяться, вот. Чтобы действительно мы могли, вот заболел голова, мы пошли в поликлинику, чтобы мы не думали, да зачем туда лишний раз ходить, как многие из нас думают. Ну, вы знаете, это прежде всего 20 человек зависит. Даже если хорошие условия будут в самой поликлинике и у человека нет желания стоять, он туда не пойдет. Таким образом вы подтверждаете то, что сейчас нет там хороших условий? Это действительно так. Нет хороших условий. Есть поликлиническое звено, есть поликлиники, которые находятся в подвальных помещениях жилых домов. Это очень критично. На эту сторону будут как-то обращаться внимание? Да, действительно. Сейчас у нас разрабатывается программа, которая стартует со следующего года. Есть такой опыт других регионов. Программа нацелена прежде всего на педиатрическое звено. То есть прежде всего в программу капитального ремонта войдут детские поликлиники, женские консультации. Параллельно, конечно же, будет работа вестись и со взрослым звеном. К сожалению, почему-то внимание на территории Волгоградского области не обращается к поликлиническому звену. Хочу обратить внимание, что 80% населения первый контакт с медициной имеет именно в поликлинике. Это очень достаточно серьезно. В поликлинике должны быть условия. Детские поликлиники не все имеют хорошие условия. Дети должны расти в комфорте. Поэтому в первую очередь мы должны привести в порядок все детские поликлиники. Со следующего года такая программа стартует. Мы предусмотрим в областном бюджете денежные средства на приведение поликлиник. В соответствии... Вы знаете, что сейчас уже принято решение о том, что все муниципалитеты свое имущество на медицинских учреждениях передают на уровень субъекта. И будет гораздо легче проводить соответствующий ремонт. Конечно же, определится определенный приоритет. И после этого будут приступать к ремонту. Вот не будет так, что масштабно все взяли и ремонтировать. Надо ждать. Конечно, нужно время для этого. Но, тем не менее, мы постараемся эту программу реализовать. Но это что касается первичной зоны. А если брать более высокую ступеньку, высокотехнологичную помощь у нас сегодня в регионе на каком уровне находится? В принципе, высокотехнологичная помощь у нас оказывается в нескольких лечебных учреждениях, крупных лечебных учреждениях. Областных, прежде всего. Но надо сказать, что эти полномочия передаются и муниципальным. Ну, прежде всего, городским лечебным учреждениям. И высокие технологии у нас касаются травматологии ортопедии, сердечно-сосудистой хирургии и офтальмологии. И вот тут, казалось бы, у нас есть опять перекос. Сердечно-сосудистая патология у нас на первом месте, а финансируется она во вторую очередь. То есть, вот здесь неправильно, на мой взгляд. Если у нас сердечно-сосудистая на первом месте, значит, нам нужно высокие технологии наращивать именно на эту патологию. А мы почему-то недофинансируем. И вот сегодня на совещаниях мы об этом говорили. То есть, мы будем изменять финансирование и наращивать финансирование именно сердечно-сосудистой патологии. У нас есть отличный кардиоцентр, который способен выполнять операции любой сложности. И этому нужно отдать приоритет. Опять же, насколько доступна сегодня высокотехнологичная помощь в средовом обывателям? Высокотехнологичная помощь у нас финансируется из двух источников. Это федеральный бюджет и областной, как софинансирование. В принципе, этих денег, конечно же, всегда бывает недостаточно. Но, тем не менее, мы закрываем основные потоки пациентов. Конечно же, у нас есть лист ожидания на определенные виды операции. Пациентам необходимо оформлять необходимые документы. Весь этот поток идет, прежде всего, с поликлиник. Он сортируется на уровне поликлиник, этот поток. Конечно же, нет такого, что вот 100%, и мы сидим, ждем, когда же появится больная. Нет. Это плановые операции, они должны у нас строго идти по каким-то определенным графикам, регламентироваться. Но денежных средств всегда не хватает. Конечно, хотелось бы больше. Печально. Хорошо. Еще один очень крупный блок, который вы тоже курируете, это образование. Как сегодня идет процесс модернизации этой сферы? Надо сказать, что модернизация образования идет уже не первый год. И в этом году для нашего региона предусмотрено миллиард сто. И первый транш уже более 500 миллионов он поступил. Но сегодня, когда я шел к вам на эфир, мне подтвердили, что поступил уже второй транш. Кто будет тратить деньги? Кто будет определять, кому они достанутся? И на что их можно потратить? Знаете, денежные средства распределяют в Министерство образования. И в Министерстве образования есть вся необходимая информация. То есть это заявительный систем! Или всем поровну? Это заявительный... Это прежде всего заявительная система, то есть муниципалитет, который готовы софинансировать, то есть участвовать в этой программе, они подают заявки в Министерство образования и науки Волгоградской области. Министерство обрабатывает эти заявки, потому что они должны быть адекватны. Иногда они бывают просто неадекватными. Есть у нас школы, которые до сих пор не имеют туалетов внутри школы, имеют уличный туалет, не канализованный, так называемый, не имеют водоснабжения, но при этом смотришь на заявку, наращивается объем компьютерной техники. Кто-то пытается вымастить асфальтовую дорожку возле школы. Понятно, что это нужно, но сначала нужно навести порядок в самой школе. Для этого нужно определить приоритеты. И, конечно же, Министерство образования и науки Волгоградской области является неким фильтром. Отбирает именно те образовательные учреждения, во-первых, которые хороши по определенным показателям, во-вторых, по показателям софинансирования от муниципалитета, то есть мы не приветствуем иждивенческие настроения, дайте нам деньги, мы их освоим. Муниципалитет обязан участвовать в софинансировании. А все ли тянут муниципалитеты? Муниципалитеты тянут практически все. Понятно, что есть муниципалитеты, которые очень слабые, но туда уже тогда выезжают специалисты министерства и определяют необходимость и целесообразность направления денежных средств. Иногда мы ремонтируем то, что не нужно ремонтировать. Иногда то, что бесполезно ремонтировать. Денежных средств не хватает. Нужно привести в порядок большинство образовательных учреждений. Понятно. Спасибо. Я напомню телезрителям, что в гостях у нас сегодня Павел Крупнов, заместитель председателя правительства Волгоградской области. У нас есть еще один телезритель. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, добрый вечер. Да, мы вас слышим. У меня такой вопрос. Вот в последнее время в Волгограде появилось огромное количество аптек. И все зазывают приобретать лекарства у них. Обещают низкие цены, высокое качество. И в связи с этим вопрос такой. Что, кто вообще следит за качеством медикаментов, которые придаются в аптеках? Спасибо. Очень хороший вопрос. Кстати, недавно, буквально прошла на днях информация, в Ростове накрыли крупную банду, которые поставляли препараты, которые используются при лечении раковых заболеваний. Есть ли опасность, вероятность, что они к нам могли попасть? Действительно, когда пройдешь по центральной улице, посмотришь, до десятка аптек может находиться за стенкой друг у друга. И вот все время думаешь, где же тут рынок-то в конце концов? Как они конкурируют между собой? И одни и те же препараты. Иногда, конечно, разная ценовая политика. Очень удивляешься этой ситуации. В принципе, добросовестные аптечные сети, это, как правило, крупные сети, они, прежде чем отдавая препараты в розницу, должны проходить некий такой так называемый входной контроль. Должны контролировать все-таки качество препаратов. У нас есть две лаборатории, в которых можно это осуществлять. Но не все это занимаются, потому что это достаточно дорого. Конечно же, в Европе есть жесткие требования. Это контроль только входной или дальше тоже какие-то исследования? Это входной, прежде всего, контроль. В Европе есть жесткие требования. Там аптеки не откроются через каждые 10 метров. Там именно политика государства такая, что очень жесткая, что конкретная аптека может открыться только в конкретном месте. Дело в том, что, ну, может быть, я несколько прорекламирую, но есть государственное предприятие, Волгофарм, всем известно, которое имеет большую широкую сеть. Это наше предприятие, за которое мы отвечаем. Отвечаем, прежде всего, отвечает правительство. Мы отвечаем за качество тех препаратов, которые продает Волгофарм. И вот Волгофарм как раз и имеет свою лабораторию и обязательно контролирует качество всех препаратов, которые поступают в сеть. Вот за качество препаратов, которые идут через сеть Волгофарма, можно сказать, да, там качественно. А вот всех остальных, трудно сказать, это все-таки на совести самих предпринимателей. Гарантировать сложно. Да. Понятно, спасибо. Хорошо, и в продолжение звонка первой телезрительницы, которая спрашивала о тех программах и проектах, которые работают у нас в регионе на стимуляцию рождаемости, о детских садиках хочется поговорить. Детей, конечно, хорошо, когда рожают много, но их потом, извините за выражение, некуда девать. Что у нас сегодня с садиками? Очередь большая, и, кстати, денежки, которые были добавлены поправками в бюджет, также должны пойти и на детские садики на решение этого вопроса. Ну, действительно, проблема дошкольного образования очень сложная, но на территории региона она решается. Решается, может быть, не так заметно это происходит. Это, к мимо основной очереди Волгоград-Волжский, крупные города. Крупные города. Волгоград, Волжский, Камышин. Конечно же, крупные города, но нельзя забывать и о других более мелких, скажем так, муниципалитетах. Не в обиду им будет сказано. Ну, вы знаете, мы обратили внимание на такую ситуацию, что денежные средства из областного бюджета, хоть немного, но выделялись, прежде всего, только на город Волгоград. И надо сказать, что не всегда они своевременно расходовались. Ну, вот в прошлом году выделили в сентябре 105 миллионов, до сих пор город Волгоград эти деньги не потратил. Становится сразу вопрос, насколько вообще поднимают руководители сложность этой проблемы. Проблему, конечно же, город Волгоград решает. И к 105 миллионам, которые выделили в прошлом году, софинансируют свои средства. Конечно же, ведут работу, прежде всего, по уплотнению групп в дошкольных учреждениях, уплотняются. И вот в прошлом году... Ну, это же десятки человек уплотнений групп. Тут радикально не решить проблему. Десятки человек – это для какого-то детского сада одного. А если в масштабах города – это тысячи. Это тысячи. И впервые в этом году, когда мы направляем... Ведь 240 миллионов из областного бюджета идет на решение этой проблемы для всего субъекта. 240 миллионов – это только наши областные деньги. 160 миллионов идут из федерального бюджета. Что на эти деньги можно было сделать? Построить ли новые сады? Дети и денежные средства, они предусмотрены на капитальный ремонт, на реконструкцию и даже на приобретение детских садов. Именно на возврат детских садов, которые находились в какой-то другой, иной собственности. А удается договариваться с ними? Да, на сегодняшний день удается. Может быть, чуть хуже сейчас на системы. Но вот, вы знаете, первыми откликнулась система МВД. И они нам сейчас уже передают очень хороший детский сад. Сейчас будет проводиться там оценка осмечивания этого детского сада. И мы начнем капитальные ремонты. Православная церковь обратилась с предложением, что есть площади свободные, которые готовы они предоставить под детский сад. То есть постепенно идет. Есть частные системы, которые, кстати, в городе Волжском, которые предлагают приобрести детский сад в муниципальную собственность. И мы обязательно будем участвовать в этих программах, обязательно будем покупать, приобретать эти детские сады, ремонтировать. А строительство-то планируется? Строительство планируется. Но, вы знаете, несколько иначе надо подойти к строительству. Дело в том, что строительство – это, скажем, некая крайняя мера. Мы подходим к тому рубежу, когда мы можем построить 30 садиков, но настанет то время, когда эти садики не будут востребованными. Есть политика государства. Детские сады, они должны быть в системе все-таки школьного образования. И есть уже такие проекты, они движутся, надо сказать, на территории Волгограда. Это организация школа-сад, прежде всего. Детские сады будут строиться. Сейчас отведено уже около 9 площадок. И надо сказать, что детские сады несколько будут иначе. Мы берем опыты Московской области, других регионов. Это не 200 миллионов, которые направляются на один детский сад, и мы получаем 160 мест. Это детские сады модульного типа. Кстати, модульного типа у нас стоит перинатальный центр, кардиоцентр. Это будут хорошие детские сады, под ключ. И сейчас мы программу уже обсчитываем. Мы обсчитываем вместе с Минфеном, с Минэкономикой, для того, чтобы привлекать кредитование, для того, чтобы строить эти детские сады. Не могу сказать, что это начнется прямо завтра, но эти проблемы, мы озабочены, мы этим занимаемся. А что касается уплотнения, говорят, уже уплотнили. Есть такое мнение, что уплотнили уже все, что можно. Совершенно верно. Это была первая задача уплотнить детские сады. Мы не поддержали, конечно, идею по закрытию музыкальных классов, залов физкультурных. Не поддержали эту идею. Мы считаем, что музыкальные классы, залы физкультуры, они должны быть. Но есть много помещений в некоторых детских садах, которые пустовали. Пустовали, и их сейчас организуют под группы. Какова судьба? Тоже были разговоры о том, что возможно делать надстройки третьего этажа в некоторых детских садях. Там, где это возможно? Очень хороший вопрос. Вчера только получил заключение. Вы знаете, вся нормативная документация, которая существует в России, запрещает делать надстройки третьих этажей. Даже если это легкие конструкции. Не позволяют нам СНИПы, прежде всего, строительные нормы и правила, делать эти надстройки. Это, наверное, еще требует дополнительной территории? Да все бы ничего, есть и территория. Но дело в том, что когда законодательство запрещает это делать, то мы потом не получим соответствующее санитарно-эпидемиологическое заключение, не сможем лицензировать. Это будет просто незаконно. В общем, такой вариант не прошел. Хорошо. Павел Анатольевич, есть у нас еще два звонка. Давайте выслушаем по очереди, также по очереди ответим. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Да, говорите. У меня вопрос по здравоохранению. Вот сейчас вы говорили о том, насколько важна ранняя диагностика всевозможных заболеваний, и в частности в кардиологии. Вот я живу в городе Волжске, не в заброшенном каком-то хуторе, и отношусь к четвертой поликлинике. И я знаю, что в нашей поликлинике, и это не единственная поликлиника, очень трудно взять талон бесплатно, талон по направлению врача, взять талон в регистратуре на ЭКГ, просто невозможно. Вот вопрос, планируется ли, возможно, увеличение, допустим, аппаратов, которыми снимают ЭКГ, штата, как-то по городу Волжскому. Вот как это сделать, если человек приходит, получает талон, но он не может пойти ЭКГ. Полутонич, ну давайте на что-таки сразу ответим. Все-таки вопрос такой объемный. Ну, знаете, когда началась программа модернизации, почему тут не обратили внимание на поликлинике? Прямо вот беда, честно говоря. Сейчас за счет тех средств, которые вот сэкономлены, которые есть, на остатке, которые мы ожидаем, что будут сэкономлены, уже дано распоряжение к губернаторам, направить на поликлиническое звено. И поставлена задача, чтобы в каждой поликлинике минимум ЭКГ, 12-канальный, один аппарат УЗИ обязательно были. И причем это аппаратура, которая должна идти на раннюю диагностику. То, что говорит пациент при обращении, что не может попасть на ЭКГ, это, конечно, очень серьезная ситуация, и мы обязательно в них не имеем. И у них, кстати, очень часто есть такие ситуации. Мы нормализуем работу всех ЭКГ-кабинетов для того, чтобы они принимали любого пациента. Недопустимо, чтобы там была запись. А в целом штат планируется увеличивать? А вы знаете, здесь не штат надо увеличивать. Здесь надо пересматривать так называемый норматив времени на одного пациента. Вот некоторые этим пользуются, и, к сожалению, на одного пациента могут на ЭКГ тратить полчаса. И будет в журнале так записано. Мы очень будем ждать этих изменений. Второго телезрителя, давайте выслушаем. У нас не так много времени. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Говорите. Здравствуйте. Да, мы вас слушаем. Меня зовут Катьяна, и я учусь в институте культуры. И в следующем году заканчиваю. И вот, скажите, пожалуйста, есть ли у нас в регионе какая-нибудь программа по поддержке молодых специалистов? Спасибо. Уж, Куль, мы обращаем внимание на культуру, так пристально теперь. Да, но вот что касается молодых специалистов культуры, наверное, пока вот сегодня программ такой нету. Именно по поддержке молодых специалистов. Есть программа поддержки молодых специалистов в системе образования и здравоохранения. Ну, вы знаете, если здравоохранение брать, то это молодые специалисты, которые уезжают в село, они получают миллион, а главы районов сейчас стараются всех обеспечить жильем. Что касается образования, то тут идет погашение ставки кредитования, то есть процентные ставки кредитования. Есть такие программы по молодым специалистам. Вот по культуре очень хорошо, что вы нам подсказали, мы обязательно этой темой займемся. И еще у нас с вами, буквально минуту до окончания программы, еще один вопрос хочу задать. В последнее время очень активно обсуждают вопрос о переходе спортивных школ из ведения Министерства образования в ведение Министерства спорта. У нас этот процесс как будет происходить? У нас этот процесс идет. И в какую сторону это, в лучшую, в худшую сторону, скажется? У нас идет, это дело в том, что это позиция Федерального Министерства по спорту и позиция Федерального Министерства по образованию. Спортивные учреждения в системе образования не занимаются спортом. Это наша скамейка запасных. Спортивными учреждениями такими должны заниматься профессионалы. Педагоги не занимаются спортом. Поэтому эта программа будет продолжена, и все спортивные школы, они перейдут в систему спорта. — Что будет с педагогами? Зарплату они не потеряют? — Ничего они не потеряют. Они ни в стаже, ни в зарплате не потеряют. Поменяется только вывеска. — Понятно. Спасибо. Время нашей программы закончилось. Я напомню, что в гостях у нас сегодня был заместитель председателя правительства Волгоградской области Павел Анатольевич Крупнов. Павел Анатольевич, спасибо, что пришли и ответили на наши вопросы. До свидания.